так у нас идет процесс придется отрывать тихо 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 больной какой-то кстати купила такие вот вертыши а чё нет котлеты это нормально смотри какие вот аккумулятор такой да дельта 12 в 12 ампер че жара реально реально такая жара что капец тяжело короче надо будет сейчас это все убирать друзья всем доброго времени суток сегодня мы отправляемся на рыбалку на особенную сегодня у нас ночная рыбалка зимняя на желлицу на на окуня вот и мы очень много собой взяли вещей вот и как раз испытаем снегоход промакс 700 серии короче вот столько шмурдяка взяли собрались как цыгане короче все взяли все что надо для ночной для ночной рыбалки вот столько у нас всего печка газовый баллон на всякий рюкзак огромный палатка большая моя потом я вам покажу она летняя и зимняя короче два в короче куча и там еще брикеты взял две пачки чтобы было ночью тепло и самодельную печку потом вам продемонстрирую короче все что надо взяли вот на этом аппарате мы сегодня выдвигаемся ну и сильно я гнать не буду я буду ехать потихоньку чтобы что-то не перевернулась надеюсь ничего не перевернется ну все по коням погнали и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну мы в принципе на месте Сколько? Ну минут 15 наверное ехали Потихонечку Нормально Озеро вон большое Вот Здесь мы уже были Здесь я уже катался Щучку ловили, окуня ловили Нормально, шмурдяк не потеряли Ничего, потихоньку ехал Ничего не перевернулось Вот Сейчас будем расстанавливаться Ставить жерлицы Устанавливать палатку И будем готовиться к вечеру У нас скорость темнеет Уже короче где-то 2 часа дня Через 2 часа стемнеет Кстати купил вот такие вот вертыши Офигенные Здоровые Чтобы Палатку держали В лед хорошо Угрызаются На Валбересе правда заказывал Вон там копейки стоят 4 штуки такие Добротные Рызы 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 Сначала плёнку на лёд. Вот такую вот тепличную плёнку покупал, много её покупал, сейчас будет ещё покупал на Валбересе пол, сюда будет тёплый пол сейчас стелиться. Так, ну вот она палатка, установил, это и летняя и зимняя, короче трёхслойная, под печку сделана. Не знаю кто не видел, короче здесь вот москитная сетка, это для летнего варианта. Она полностью здесь открывается, вся заматывается в рулон, здесь застёгивается и там ещё с этой стороны также. И летом, когда жарко, продувается, ништяк комаров нету. Я как бы брал для охоты в основном, но хочу испробовать в этом сезоне, в зимнем, на зимней рыбалке, ночной, короче рыбалке. Я думаю тепло будет офигенно, вот такая расцветка, как бы не зимняя, не для зимнего варианта расцветка, но само качество должно быть оправдано. Это фирма Медведь, Куб 4, если кто не знает. Брал её за, сейчас скажу, короче за 15 тысяч брал, с Екатеринбурга. Вот он, Медведь, Екатеринбург, Медведь, вообще офигенная палатка. Ох ты! Марин! Иди посмотри! Нормально. Не, хорошо, а чё нет-то? Котлеты-то нормальные. Смотри, смотри какие. На глубине даже нет. А, везде. Не на этом озере что ли? А, 10 км. Я то думал на этом озере. Да здесь, в прошлую, неделю назад, здесь мужики были, мы вон там были, где коряга. Ну, две, конечно, выбрали, как у неё подёргали, да. А здесь они прям бегали-бегали, прям один за одним. Ну, бегали, это окунь. Ну, скорее всего, окунь, да. Нет, щуки мы прям видели, они штук десяток наловили. Так, ну вот палатка установлена, печка установлена. Фу, заколебался, короче, устанавливать печку, уже спина болит. Вот, я только чисто житие-бытие организовывал. Ирина уже поставила жерлицы. Лёд очень толстый, она устала тоже. И мне ещё надо ставить, блин, надо чуть отдохнуть. А, мужики приезжали, домой поехали. А мы, короче, с ночевой. Нормально, классно, обосновались. По утрам попадём, скорее всего, утром будет. Ну, колокольчики поставили на жерлицы, чтобы их было слышно ночью, если что. Ну, не знаю, я, наверное, буду спать без задних ног, потому что я сегодня после работы, после ночи. Вот, так вот основались. Пока он газовый зажёг, пускай пока немножко прогреется. Вот, одна раскладушка, потом вторая. Вон брикеты, газовый баллон. В общем, вот так вот. Единственное, это палатка, что мне не понравилось, что вообще отверстие под трубу, мне кажется, было бы удобнее сделать вот в этом. Вот в этой стене, вот здесь вот, чем сбоку, слева здесь. Ну, мне так кажется. На одного окра, кстати, нормально будет, если один будешь. А вдвоём как бы неудобно то, что здесь. Чё? Чё такое? Чё? Чё, я в шоке. А тогда. А, устала. Так, друзья, приступим. Будут такие вот живцы. Взяли 30 штук. Сейчас снегоход заёл, пусть немножко поработает. Потом аккумулятор сниму, в палатку занесу. Ставим жилицы. У нас стемнело уже. Капецка стемнело. Так, делаю где-то полтора оборота. Раз, два, два, полтора оборота. Так, есть. Пошла вторая жерлица. Значит. Сегодня будем устанавливать 10 жерлиц. Марина свои установила. Сейчас я, вот вторая пошла. Вот такой махтарь, живец. Кстати, очень долго живёт. 10 дней такой живец живёт 100%. Если давать ему кислород и холодная вода, раз в сутки менять, будет жить долго. На балконе у меня жил 10 дней. Правда, не этот, но прошлый. У меня есть видос, как я его сохраняю раз-полтора. Здесь глубина небольшая. Не знаю, как поставить. Как-нибудь вот так. У нас холодает уже. Руки прям мёрзнут, блин. Ночью дышают где-то 10. Ага, я понял. Маринка говорит, тепло в палатке и светло. Вот так у нас выглядит ночью палатка. Не сильно светится, потому что она камуфлированная. Но в ней довольно таки тепло. Надо пойти поужинать, перекусить. Так, у нас идёт процесс приготовления. Мы тут как в тумане, короче. В палатке. Пар пошёл от воды. Которая испаряется. Мы сейчас добавили водички. Вот, она должна испариться. Питать всю воду макароны. Её не будет. Мы ещё потом тушёнку добавим. А так вообще как в тумане. Хоть топор вешай. Но мы открыли окно. Вон там окно у меня открыто. Вот. Должно оттуда всё выходить. Так-так классно всё. Сидим уже в 7 часов вечера. Если не восьмой час. Ну, если не в 9. Если не даже не в 9. Да, если честно. Сколько время-то? Сколько время? Давай скажу. Пол девятого. Пол девятого? Пятнадцать минут девятого. Нормально. Жерлицы у нас не срабатывают. Сейчас уже седьмой час. Темно, короче стало. Попробуем на фосфорной мормышке. Я сейчас, короче, буду буриться в палатке. Я первый раз это делаю. Но немножко некомфортно. Сейчас будет снег наружу. Там это. От ледобура. Вот. Под лунки сделали. Короче эти. Ну, пол. Пол идёт. Под лунки. Вот. Специальные я покупал. Вот. Тут вообще 4 лунки. Вот. Сейчас вот начал бурить. Начал буриться. Сейчас попробуем. Попробуем. Может быть что будет. Не знаю. Надо будет потом снег убирать. Отсюда вот. Чтоб не растаял. Ох. Тяжело. Короче, надо будет сейчас это всё убирать. На улицу, короче, выкидывать. Так руки-то замёрзут, блин. Капец, конечно. Короче, надо с собой какую-то эту лопату. Лопатку. Небольшую. иметь детскую. Такую песочную. Я на всякий случай сниму аккумулятор и поставлю его в палатку. Кстати, здесь у этой сидушки, у этого снегохода придумали кнопку там сзади за кофром. Есть кнопочка такая. Я сейчас не покажу её. Её нажимаешь и сиденье откидывается. Собой вожу провода прикуривательные. Вот. И надо будет открутить сам аккумулятор в тёплую палатку занести. Чтобы завтра снегоход завести. Потому что, не знаю, я просто боюсь немножко, что он не заведётся. Мало ли что. Всё равно надо перестраховаться малость. Вот. Пускай он будет у нас в тепле. Потому что я его не заряжал. Ну, хотя мотор-то заводится, запускается. Но надо, как я и говорю, что надо перестраховаться. Вот аккумулятор такой. Да. Дельта. 12В, 12 ампер. А, 12 ампер. Да. Я говорил 8. А мне оказывается 12 ампер в час. Вот. Надо будет дома зарядить его. Так. В палатке вообще тепло. Жара, можно сказать. Но я даже печку не зажигал. Печка у нас не зажжена. У нас получается просто вот такая инфокрасная газовая пока. А на ночь мы будем зажигать печку. Вот. Просто опасно, блин, с газом с этим спать в палатке. Лучше, конечно, печку зажечь. Ладно. куда им поставить. В рюкзак уберу. Пускай в рюкзаке ночует. У нас в палатке офигенно тепло. Печку сейчас буду разжигать. Значит, у нас работает только газовая печка. Вот он. Шланг идет. И вон там газовый баллон стоит. Одна лунка стоит. Я попробовал. Ничего не клюет. Ночью, короче, у нас не клюет. И вот сейчас хочу показать, какая температура у нас в палатке. Вот у меня градусник на ящике рыболовном. У нас сейчас где-то 23-24 градуса. На замерзание проверить жерлицы надо. У нас ветер поднялся немножко ночью. Что там, вода есть? Есть. Сейчас проверим. Ну, видишь, зацеп. Зацеп? Ну. Блин. А, нет. А, цепь. А, цепь. А, цепь. А, цепь. А, цепь. Так что надо поднимать жерлицу немножко повыше. Да. Живой. Все нормально. Тихо-тихо. Поклевок нету. Короче, ночью рыба, видать, не ходит. Просто стоит или спит. Под одеялом. Тихо-тихо. Так. Не знаю прям. Ну, давай отрывай. Есть у меня все это. Живца жалко. Да, живца у нас полно. Ладно, отрывай оттуда. Придется отрывать. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Оторвал! Смотрите! Он примерз! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Взял газовую горелку. Обычный газ. Обычную горелку. Будем разжигать в обычную горелку. Обычную горелку. Мы расположились. Печка у нас получилась вот так вот посередине. У меня стальная Ну не стальная А как бы жестяная Подстилка Под печку Вот такая рифленая Сама печка Здесь раскладушка Здесь раскладушка Вот Маринка уже спит Спим Спим короче вот так В таком вот формате Сушим короче Свои шмотки, носки Бушлаты там Ну короче рукавицы Самый главный выход у Маринки Сегодня Маринка главный инженер Главный Этот Пожарник По пропуску на выход Если я захочу в туалет Мне надо будет Прозявить пропуск И спросить разрешение Еще на колено На колено На колено На колено Будет Стать Умолять и просить Иначе я здесь Лужу наделаю А если жерлица Сработает Тоже надо будет Просить Печка работает Брикеты Брикеты горят Все нормально Вообще жара Реально Реально такая жара Что капец Что спальники у нас под головой Жара Прям Капец Ну тут градусов 30 Наверное точно Плюс 30 Продолжение следует... У нас наступило утро Ночью жерлицы молчали Но спать было комфортно В палатке Даже жарко Я проснулся от того Что сработала жерлица У меня одна Марина уже с утра рано стало Но что-то рыбы вообще нету Сейчас проверю Свою жерлицу А вот у Марины была сработка Поймала такую небольшую щелку У нас флажок стоит Один Самый дальний Я пока двигатель завел Погреется Ну уже минут 15 Наверное Вот он Если живец на месте То окунь А нет Сожрали О Есть О Хороший Смотри какой Значит Толку не есть Только забросил Сразу На Парша Стоянда Ух ты какой мощный Смотри Что делать Ну я тоже еле взял его Смотрю аккуратно Ну-ка Фоткаться Вот так Держишь Да я Похоже на кого Так если в руке Чисто сфотка Ну да В руке Тихо-тихо-тихо Вообще Больной какой-то Сейчас Могтёб Так О Раз Два Три Нормально Получился О Есть Ну мелкий Такой Небольшой А нафиг он такой Да Мелко Отпускает Нет Тут ещё меньше О Сработка Какая Где-то близко Или ветер Твоё Моё Блин Ну а что делать Придётся Идти Здесь Мотает Мотает Тащайся Что-то какие-то Сработки Холостые Сегодня Скорее всего Окунь Сбивает Щуки Короче Пока нет Ну Одна Есть Марина Поймала Небольшую Или Мотает Ну вот, друзья, вот такая вот у нас Получилась рыбалка ночная Первая наша классная рыбалка Уютно, комфортно Снегоход нормально идет Столько много груза с собой везет Немножко половили Я, правда, все заснимать не успевал Щучка, окунь есть Но не так, как хотелось бы, конечно Ну, на этом я с вами прощаюсь Всем счастливо, всем пока До следующих рыбалок Не забудьте подписаться на канал Пока